Ребят, всем привет! Приобрел себе классный станочек в свою мастерскую. Не станочек, а станочише. Это просто мечта, особенно для тех, кто занимается металлообработкой. И сейчас я его распакую. Как всегда, пробежимся по комплектации, по техническим характеристикам. И к концу видео я покажу его в работе. Поехали! 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 И как из видео многие из вас уже поняли, я приобрел себе резьбонарезной станочек. У компании МостКлад. А помимо для дальнейших моих работ и для удобства пользования, я сразу же себе приобрел тесы. А также тумбу, на которую я установил этот замечательный станочек. Ну а сейчас переходим к комплектации. В комплектацию к резьбонарезному станку FAPTEC SK4016 входит вот такой вот черный пластиковый кейс. Открываем его. Здесь находятся резьбонарезные патроны под метчики. Так, все пакетики я снял. И тут мы видим 8 резьбонарезных патронов для метчиков от М3 до М16. И оправка для крепления этих самых патронов. Также в комплектации был вот такой вот пакетик, в котором 3 шестигранника. Вот такая вот гайка для крепления адаптера оправки к конусу шпинделя B18. А также 3 болтика с 3 шайбами. Помимо всего прочего, в упаковочном коробе лежало 2 пакетика силикагеля и инструкция по эксплуатации. На английском языке, но я ее уже перевел на русский язык. Вот инструкция по эксплуатации на английском языке, а вот мой вариант на русском языке. Все очень просто. Друзья, по комплектации к резьбонарезному станку FAPTEC SK4016 мы пробежались. И прежде чем перейти к техническим характеристикам, давайте же сразу установим оправку для крепления резьбонарезных патронов. Сейчас я покажу, как правильно она должна устанавливаться на конус шпинделя. Как я говорил и ранее, конус шпинделя B18, дальше идет резьба. А удобнее и скорее всего правильнее будет не накручивать сразу гайку, а для начала положить ее на оправку и наживить 3 болтика с шайбами. Теперь гайку вместе с оправкой накручиваем на резьбу конуса, а потом затягиваем 3 болтика. Тем самым насаживаем оправку на конус B18. Теперь равномерно по кругу ключиком на 8 затягиваем болтики, их у нас 3, тем самым оправка хорошо сядет на конус. И за счет гайки, которая накручена на резьбу и 3 болтиков, оправка не слетит. На конусе будет сидеть надежно. Так, оправка закреплена. Проверяем на любом резьбонарезном патроне М14. Замечательно. Друзья, ну а теперь переходим к техническим характеристикам резьбонарезного станка PAPTEC SK4016. Резьбонарезной станок PAPTEC SK4016 предназначен для нарезания резьб метчиками в диапазоне от резьбы М3 до М16 с ручным и автоматическим режимом работы. Этот станок с NC контроллером для нарезания резьбы с помощью быстрозажимных патронов. Я их показывал вам ранее. Вид спереди рубильник для включения-выключения станка, кнопка экстренного торможения шпинделя и тач-дисплей, который служит для ввода основных параметров резьбонарезания. К нему мы перейдем чуть позже. Шпиндельная бабка установлена на колонне, диаметр которой 70 мм, а толщина стенки 13 мм. Сверху на колонне, как мы видим, маховик с рукоятью. Чуть ниже редуктор. Редуктор служит для облегчения поднятия и опускания шпиндельной бабки, так как она нелегкая. Крутим маховик и поднимаем или же опускаем шпиндельную бабку на нужную нам высоту. Подняли или опустили и зафиксировали двумя фиксаторами. Сбоку на шпиндельной бабке имеется ручка подачи пиноли, которая оборудована тремя кнопками. Правого вращения, левого вращения и остановки. Кнопки управляют как ручным, так и автоматическим режимом станка. Резьба-нарезной станок FAPTEC SK4016 имеет массивное чугунное основание. Рабочая площадь имеет размеры 274 мм на 274 мм. Также на основании имеется два Т-образных паза от болты М14. Габариты основания в общем имеют размеры. Ширина 360 мм. Длина 480 мм. Вылет оси шпинделя на этом станочке 218 мм. А перемещение самой пиноли 80 мм. Максимальное расстояние от шпинделя до основания внушительных 350 мм. Сам же станок работает от сети 220 вольт. Не у всех есть 380, поэтому это большой плюс. Чистый вес резьбы нарезного станка FAPTEC SK4016 90 кг. Имеется табличка. Опотребляемая мощность его 1270 ватт. 1 кВт 270 ватт. На корпусе шпиндельные бабки сзади имеется вентиляция. И при включении слышится как работает кулер охлаждения. Да и совсем забыл сказать, что сверху на крышке редуктора имеется тавотница для его смазки. Скорость вращения шпинделя на этом станочке от 0 до 375 оборотов в минуту. Резьбонарезной станок FAPTEC SK4016 оптимален для единичного, мелкосерийного и потокового нарезания резьбы. Включив тач дисплей мы видим, что в станок заложена библиотека нарезаемых резьб. Также можно отрегулировать шаг резьбы, глубина резьбы нарезания, скорость вращения прямого и обратного хода. Помимо всего прочего мы можем настроить обрабатываемый материал, будь то сталь, чугун, алюминий, нержавейка. А также в одно касание мы можем выбрать крутящий момент, что позволяет избежать поломку метчика. Подача прямая и обратная можно регулировать, крутящий момент, передаточное соотношение, направление резьбы, правое или левое, материал заготовки, шаг резьбы, глубина резьбы и много-много настроек. На этом замечательном станочке можно нарезать правую резьбу, левую резьбу. Можно отрегулировать крутящий момент, тем самым избежать поломки метчика. Можно отрегулировать нужные обороты шпинделя, прямого и обратного хода. Можно установить материал, алюминий, чугун, сталь, нержавейку, в которой мы будем нарезать резьбу, глубину нарезания резьбы, шаг резьбы, настроек очень много. А самое главное, все переведено, все на русском языке. И можно резать резьбу, как в ручном, так в автоматическом режиме. Ну просто шикарный станочек. Друзья, в принципе все основное по данной модели резьбы нарезного станка PAPTEK SK4016 я рассказал. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте MosSklad. Ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео. А сейчас мы с вами переходим от теории к практике и попробуем его в работе. Ранее в видео я говорил, что приобрел дополнительно к резьбонарезному станочку тисы, в которых я буду как раз таки зажимать заготовки и детали, в которых нарезать резьбу. Тиски PAPTEK TSL200. Эти тисы предназначены для быстрой и надежной фиксации обрабатываемой заготовки. Корпус тисов выполнен из высококачественного литого чугуна. Широких четыре отверстия по бокам позволяют надежно закрепить тисы к основанию станка. Ширина губок на этих тисах 200 миллиметров. Помимо всего прочего, в губках этих тисов имеются горизонтальные и вертикальные проточки по подобию призмы. А значит, что горизонтально, что вертикально, можно надежно фиксировать цилиндрические заготовки или же детали. Габариты тисов. Длина 480 миллиметров. Ширина 300 миллиметров. А высота 100 миллиметров. Вес их 36 килограмм. Так, ну а теперь точно все. Про все рассказал. Теперь закрепляем заготовочки в эти замечательные тисы. И нарезаем резьбу этим замечательным станочком. Поехали. Нашел я у себя в закромах вот такой вот метчик М14. Устанавливаем его и закрепляем в патрон. Чтобы он не выпадал, зафиксируем его при помощи шестигранника вот этими вот самыми двумя гужонами. Так, все готово. А теперь устанавливаем патрон в оправку. Выбираем резьбу М14. Шаг 2. Глубина резьбы нарезания сейчас посмотрим в зависимости от заготовки. Скорость вращения прямого и обратного хода. Прямого сделаем 50. Обратного сделаем 75. Сто я думаю достаточно. Ну а материал заготовки обычная сталь. Вот сразу же обратите внимание углеродистая сталь. Сплавы 2500 ньютонов. Серый чугун, алюминий, латунь, никелевые и титановые сплавы тут уже 4000 ньютонов. Закаленная сталь 5000 ньютонов. Если будем нарезать резьбу в закаленные стали, смотрим 5000 ньютонов. Теперь будет усилие 5000 ньютонов. И мы можем нарезать резьбу в закаленные стали, в закаленные детали, в закаленные заготовки. Друзья, представляете, есть даже режим со стружкодораблением. Эта функция позволяет повысить качество резьбы. Выберем ее. Ну вот, друзья, есть вот такая вот у меня втулочка. Как раз таки в ней нужно нарезать резьбу. М14 шаг 2. Тесы у меня еще пока что не закреплены. Но они весят 36 килограмм. Я думаю, их не крутанет. Так, ну все готово для нарезания резьбы. М14 шаг 2. Режем во втулке. Высота втулки 37 миллиметров. По параметрам задал 40 миллиметров. Глубина нарезания резьбы. Надеюсь, что тесы не крутанет. Но я их чуть-чуть буду поддерживать. Потом, в любом случае, я сделаю под них крепление. А сейчас попробуем так, как есть. Пробуем. М14 шаг 2. Ну просто идеальная резьба. Быстро и качественно. Ну а теперь проверим резьбу на шпильке. Отлично. Идеально. И быстро. Знаете, у меня пришла такая мысль. Раз он режет метчиками, значит, можно сделать приспособление под плашки и резать плашками. То есть, сейчас у меня резьбы нарезные патроны под метчики, а это резьбы нарезные патроны под плашки. Нужно будет подумать. Наверное, попробую сделать. Но это в дальнейшем. Друзья, в кадре вы видели М14 шаг 2. Качественная резьба. Метчика М16 пока у меня нет. Но есть старый, и он не пойдет. Давайте попробуем нарезать резьбу М10 шаг 1,5. Сейчас я перенастроюсь. Также все нужные настройки ввиду параметрах резьбы нарезного станка. И мы попробуем нарезать резьбу М10 шаг 1,5. Попробуем нарезать резьбу вот в такой вот втулочке. Высота 20 миллиметров. Внутреннее отверстие диаметром 8,3 миллиметра. Под резьбу М10 шаг 1,5. Попробуем нарезать резьбу. М10 шаг 1,5. Идеальная резьба. Друзья, как вы видели в видео, станок просто супер. Резьба нарезной станок Паптек СК-4016. Как я уже и говорил, приобретал я его у компании МОЗ Склад. Его, тесы и тумбочку к нему. У них много различного оборудования. По металлообработке, по деревообработке, сварочного оборудования. Все не перечислить. Ссылочки я обязательно, как я уже и говорил, оставлю в описании под видео. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok